А канализация на улице 1-я больничная в Ходькове все течет. И течет не первый день, и даже не первую неделю. Напомним, житель Ходькова Сергей Терентьев обращался во все инстанции, чтобы устранили неполадку в канализационном люке, расположенном прямо у дороги автовокзала, недалеко от его дома. Выяснилось, что сети частные, поэтому аварийные службы Ходькова и Сергея Упасада отказали в ремонте. В свое время прокопал этот ручей, чтобы какая-то вода с дороги, со всей больничной улицы, чтобы уходила дальше. Ну и естественно, когда заезжаешь во двор, уже в гараж машину не ставлю, потому что в гараже будет вонять. В среду вместе с нашей съемочной группой на место приехали экологи окружной администрации. А уже в четверг в Ходьково приехали специалисты Госадмтехнадзора. Колодец находится действительно в ненадлежащем состоянии, вытекает содержимое из люка в виде жидкости. И жидкость разливается по всему рельефу и доходит даже до территории больницы, которая расположена рядом с частным сектором. Кому принадлежат сети? Этот вопрос главный, и Ольга Гончар стала выяснять его сразу, поскольку водоканал не подтвердил принадлежность к канализации. Рядом расположен автовокзал с многочисленными частными магазинчиками «Дикси» и «Киевси». Как только будет установлена балансовая принадлежность данного смотрового колодца, будет направлено, не замедлительно, будет направлено письменное уведомление в адрес ответственных лиц, то есть в адрес ответственных организаций. И с целью составления протокола об административном правонарушении и выдачи предписания об устранении выявленных нарушений. За подобные нарушения должностным лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам до 20 тысяч рублей. Ирина Белякова, Евгений Шевченко, программа «События». Продолжение следует...